Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! С вами сейчас христианская радиостанция «Голос надежды» со своей передачей из рубрики, посвященной семье, семейным отношениям, воспитанию детей. Вы когда-нибудь мечтали о таком волшебном средстве, которое бы изменило всю вашу жизнь, излечило ваши душевные раны, вернуло надежду и уверенность, пробудило творческие способности, вдохновило на служение, избавило от зависимости, превратило несимпатичную личность в дорогого вам человека. Кто отказался бы от такого снадобья? Вы, вероятно, отдали бы большие деньги, чтобы узнать его рецепт. Но ничего этого не требуется делать. Волшебное средство, о котором идет речь, доступно каждому, ведь оно совершенно бесплатное. Что же это такое? Это любовь. Те, кому посчастливилось испытать ее действие на себе, убедились. Ничто на целом свете не может соперничать с любовью, способности изменять жизнь. Может быть, вы думаете, что романтические чувства скрасят ваше унылое существование? Однако романтическая любовь никогда полностью не удовлетворит вас, если ее основанием не будет та любовь, о которой апостол Павел говорит, что она долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Вам нужна любовь, которая не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Пустые мечтания? Нет, это не так. Во всяком случае, не для тех, кто знает правила чаши любви. Вы подумываете о том, чтобы создать семью? Не делайте этого, если принцип чаши любви не стал вашим жизненным кредо. На занятиях по подготовке к родам будущих мам подготовят к тому, чтобы роды прошли менее болезненно, но врачи не смогут уберечь вас от боли, которую причинит вам процесс воспитания ребенка. Если вы уже стали мамой и папой или даже бабушкой и дедушкой, и при этом разделяете ошибочные мнения о том, что с детьми следует обращаться так, как они того заслуживают, то вы, возможно, заметили то прискорбное обстоятельство, что такая справедливость только мешает воспитанию. Почему именно так происходит? То, чего ребенок заслуживает, не обязательно соответствует тому, в чем он нуждается. Подлинное воспитание заключается в том, чтобы заботиться о потребностях ребенка, главнейшей из которых является потребность в безусловной любви, не зависящей от того, что он делает или чего заслуживает. Возможно, вы изо всех сил пытаетесь исполнить заповеди нашего Господа. Любите врагов ваших и возлюбите ближнего своего, как Бог любит вас. Но вы просто не знаете, как это сделать. С помощью правила чаши любви вы сможете настолько наглядно и практически представить себе абстрактное понятие «любовь», что найдете множество способов исполнить заповеди Иисуса. Правило чаши любви подразумевает, что вы не можете оказаться слишком юным или слишком старым для того, чтобы воспользоваться им или испытать на себе его действия. Но самое главное заключается в том, что принцип «чаш любви» гарантирует щедрый, неиссякаемый поток любви. Ведь когда вы ее дарите, она всегда возвращается к вам. Любовь созидает любовь. Глубоко в вашем сердце находится чаша, не фарфоровая, не серебряная и даже не золотая. Эта чаша предназначена для эмоций и чувств. И когда она наполнена, жизнь кажется прекрасной. Назовем эту чашу «чашей любви». Уровень ее наполненности показывает степень удовлетворенности жизнью, то есть, в сущности, определяет психологическое здоровье человека. Говоря о чаше, содержащей любовь, мы, конечно, используем метафору. Однако, этот образ поможет вам лучше понять довольно сложную мысль. Есть на свете такая любовь, которая заполняет в душе пустое пространство. Это любовь агапе, любовь жертвенная, безусловная. Когда человек ощущает воздействие такой любви, его мозг вырабатывает эндорфины, гормоны счастья, и это приносит чувство безопасности, мира и покоя. Вы дороги сами по себе, независимо ни от чего. Вот в чем секрет вашего счастья. Большинство из нас часто не подозревают о своей внутренней чаше любви. Жизнь идет своим чередом, и мы не очень-то заботимся о своевременном пополнении ее содержимого. Когда чаша опустошается, душу наполняет смертельная тоска и могильный холод. Но стоит чаши наполниться, мы воскресаем, оттаиваем и блаженствуем, ликуем и поем, желая поделиться со всеми своим восторгом и счастьем. Мы чувствуем, что это и есть настоящая жизнь. Жизнь – это нечто большее, чем просто существование. Никому не хочется прозябать вдали от полноводного источника любви. Поэтому не забывайте о вашей внутренней чаше. Приучитесь вовремя замечать признаки того, что любовь в вашей собственной чаше на исходе. Старайтесь быть чуткими к чувствам окружающих и определять моменты, когда они словно зовут на помощь. Внимание! Уровень любви в моей чаше падает. Если вы чувствуете, что опустошены, просите Бога наполнить вас. Он не замедлит послать вам людей, помощью которых желает наполнить вашу чашу. Теперь, когда ваша чаша наполняется или уже полна, не сидите на месте. Начните наполнять пустые чаши любви тех, кого кажется просто невозможно полюбить. Может быть, у вас не появится особенного чувства любви к ним. Не отчаивайтесь. Бог ни от кого не требует чувствовать свою любовь. Он хочет, чтобы вы просто выражали любовь. Поступки, свидетельствующие о любви, вот что имеет значение. Любовь есть то, что вы делаете ради любви. И до тех пор, пока вы, как вы сами, так и люди, чаши которых вы наполняете, любите именно так, вашей наградой будет полноценная жизнь. В вашей семье, среди ваших близких, будет жить сам Христос. А это величайшее на свете счастье. Итак, будем наполнять неустанно нашу чашу любви и делиться этим чувством со всеми, кто в нем нуждается. Кстати, об этой замечательной чаше мы узнали из книги Кей Кузьма «Любовь, созидающая», материалы которой легли в основу нашей сегодняшней передачи. Мы охотно продолжим наш разговор на эту тему, если он вас заинтересовал. А об этом мы узнаем из ваших писем, которые вы можете прислать нам, отправив их по адресу 127-473, Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Вы можете также посетить нашу страницу в интернете, которая находится по адресу тройное «В.Голоснадежды.ру». Я иду по земле незаметно похожим, шепчут «Книга святое», неслышно устану. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу Тебе петь Мой Спаситель, Мой Боже, Я хочу прославлять непрестанно Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Я иду по земле Тихо, словно по праву Среди русских полей Среди стройных берез Только мне не свернут Но идти только прямо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только мне не свернут Но идти только прямо Той дорогой, Какою ведет мой близок Субтитры создавал DimaTorzok Послушайте, пожалуйста, нашу передачу из рубрики «Читальный зал» Для вас прозвучат отрывки из книги известной христианской писательницы Елен Уайт «Пророки и цари» Глава тринадцатая «Что ты здесь?» Третья книга царств Глава девятнадцатая Стихи с девятого по восемнадцатый Видеть грешников спасенными Вот радость, которая поддерживала Христа в жизни полной жертв и страданий Это должно стать радостью и воодушевлением каждого последователя Иисуса Те, кто представляет себя хотя бы частично Что значит искупление для них самих и их ближних Сумеют понять и огромные потребности человечества Их сердца наполнятся состраданием При виде нравственной и духовной нищеты Тысяч душ, находящихся во власти страшной судьбы По сравнению с которой физические страдания – ничто Вопрос «Что ты здесь?» обращенный к целым семействам и к отдельным лицам Во многих общинах есть семьи, хорошо знающие принципы Божьей истины Они могли бы прекрасно влиять на окружающих, переехав в другое место Бог призывает христианские семьи отправиться в глухие уголки земли И там благоразумно и упорно работать для спасения находящихся во мраке Чтобы ответить на этот призыв, нужно самопожертвование В то время как многие проводят время в ожидании Полагаясь на устранение различных преград Души гибнут без надежды, без Бога Ради земных выгод, ради приобретения научных знаний Люди готовы отправиться в самые пагубные места Готовы переносить трудности и лишения Где же те, кто готов сделать еще больше, возвещая другим о спасителе? Нет ничего странного или нового в том, что при тяжелых жизненных обстоятельствах Духовно сильные люди, под чрезмерным давлением, впадают в разочарование и отчаяние И уже больше не находят никакой радости в этой жизни Пусть все, попавшие в такое положение, вспомнят об одном из величайших пророков Который бежал, спасая свою жизнь от гнева разъяренной женщины Утомленный и измученный дорогой Пророк, испытывая горькое, гнетущее разочарование, просил смерти Но именно тогда, когда надежда его угасла И казалось, что дело его жизни потерпело поражение Он получил один из самых драгоценных уроков В частной и большей немощи он познал необходимость и возможность Полагаться на Бога в самых тяжелых обстоятельствах Тот, кто отдал свою жизнь самоотверженному труду И иногда впадает в отчаяние и разочарование Может почерпнуть мужество в том, что произошло с Ильей Постоянная забота Божья, его любовь и сила Проявляются по отношению к тем его слугам Чье рвение ложно истолковывается И не ценится должным образом Чьи советы и обличения отвергаются И чьи старания произвести преобразование в обществе Встречают ненависть и противодействие Именно тогда, когда человек чувствует себя очень слабым Сатана посылает ему самые сильные искушения В подобный момент он хотел победить и Сына Божьего Ибо таким способом было одержано много побед над человеком Когда у людей долгие годы, мужественно защищавших истину Ослабевает воля и вера, они поддаются искушениям Моисей, утомленный сорокалетним странствованием и неверием народа Только на один миг перестал уповать на безграничную силу И пал у самых границ обетованной земли Так произошло и с Ильей Он, непоколебимо веривший Богу в течение всех лет засухи и голода Он, бесстрашно представший перед Ахавом Он, стоявший перед всем израильским народом Как единственный свидетель истинного Бога Весь мучительный день накормили В момент слабости допустил, чтобы страх смерти Сразил его веру в Бога То же самое происходит и сегодня Когда нас терзают сомнения, давят обстоятельства, нужда или отчаяние Именно тогда сатана и пытается подорвать наше доверие к Иегове В такие минуты он выставляет перед нами все наши ошибки И искушает не верить Богу и усомниться в его любви Таким путем он надеется разочаровать душу И сломить наше упование на Господа Те, кто находятся на передовой линии сражения Будучи побуждаемы Святым Духом совершать особую работу Часто после напряженной борьбы испытывают чувство подавленности и бессилия Отчаяние может поколебать самую героическую веру И ослабить самую твердую волю Но Бог с пониманием относится к этому Он по-прежнему жалеет и любит Он читает побуждение и намерение сердца Те, кто осуществляет Божий промысел Должны научиться терпеливо ждать и верить Тогда, когда кажется, что все покрыто мраком Небо не оставит их в день бедствия Ничто не кажется таким безнадежным И вместе с тем не является таким непобедимым Как душа, сознающая свое ничтожество И надеющаяся на Бога Не только люди, занимающие ответственные посты Могут извлечь для себя урок из опыта Ильи Чтобы научиться уповать на Господа в час испытаний Жил на свете мальчик Иисус Он изведал радость, боль и грусть Он в полдень у ручья Играл, как ты и я И строил в детстве замки Из мокрого песка Утром наблюдая птицы мчел В субботний день он в синагогу шел А вечером потом Когда затихнет дом Молился, как все дети перед сном Вскоре вырос мальчик Иисус И понес в людских несчастье груз Горбатый и слепой Увечный и немой Нашли в нем исцеленье Прощенье и покой Люди, сколько Он творил чудес Христос сказал И умерший воскрес Он бесов изгонял И бури усмирял И даже прокаженных исцелял Иисус за нас пошел на крест Умер на Голгофе и воскрес Но в сонме облаков Он к нам вернется вновь Чтоб царствовать над миром Как Бог во век веков Встреча с Иисусом впереди Гряди, Господь Я жду Тебя, гряди Возьми меня, Христос В сиянье вечных звезд В тот мир, где нет греха Скорбей и слез Предлагаем вашему вниманию Передачу из рубрики «Пасторь добрый» У нас в студии служитель церкви Владимир Иосифович Факторович Мы передаем ему слово Я очень рад, что мы с вами В новом месте Дорогие друзья, мы можем Открывать Священное Писание Мы можем вновь читать Знаменитую книгу Экклезиаста Потому что эта книга – Слово Божье Потому что человек Мысли, которые записаны в этой книге Получил мудрость неба Надежда Сегодня очень хочется говорить о надежде И мы будем говорить о надежде В прошлый раз мы начали исследование Знаменитых высказываний Экклезиаста По поводу необратимости времени Время рождаться и время умирать Мы говорили о рождении Как о даре жизни Даре от Бога Мы размышляли на тему о смерти О том, что она вошла в жизнь человека После восстания против Бога Но надежда Нам очень важно Иметь надежду Творец не оставляет Своё творение без надежды В чём же она? Об этом мы будем говорить сегодня Какова правда относительно смерти? Когда столько лжи Столько заблуждений Нам нужна правда Правда заключается в том Что сразу после грехопадения Произошёл разрыв с источником жизни И тогда смерть стала неумолимым Чем-то страшным Роком согрешившего человечества Послание апостола Павла Кримлина В пятой главе двенадцатом стихе Мы читаем Посему, как одним человеком Грех вошёл в мир И грехом смерть Так и смерть перешла Во всех человеках Потому что В нём все согрешили Экклезиаст говорит Время рождаться И время умирать Что он хочет сказать? Что конец, как и начало жизни Неопределён Богом Разве это совсем безнадёжно? Разве время умирать Это лишь предел Который ставит Господь для человека? Да, это предел Да, сегодня мы не перейдём Через этот предел И в книге Иова Читаем об этом В четырнадцатой главе Что человек, рождённый женой Крокодневен И присыщен печалями Как цветок Он выходит и опадает Убегает, как тень И не останавливается Дни ему определены И число месяцев его У тебя То есть у Бога Ты положил ему предел Который он не перейдёт Да Это правда Но нам нужна надежда Мы должны найти надежду Мы должны выход найти Из этой Очень страшной для нас ситуации Этот выход есть Этот выход подарен не человеком Этот выход подарен Не человеческими теориями Этот выход подарен Господом Через Голговский крест Итак Если смерть Это подарок от дьявола Очень страшный подарок Подарок жуткий То победа над смертью Подарок нашего Господа Иисуса Христа Книга пророка Исаии 25 глава И добрая весть Весть надежды Поглощена будет смерть навеки И отрёт Господь Бог слёзы Со всех лиц Какая светлая и добрая надежда Это надежда в Евангелии Это надежда в Слове Божьей Смерть побеждена Смерть не имеет власти над нами Но нам очень важно Очень важно понять О чём идёт речь О какой смерти Давайте сосредоточимся На некоторое время И подумаем Ведь смерть есть первая Хотя может мы не задумываемся Об этом смерти Которую проходят все И праведные И нечестивые И маленькие И большие Смерть имеет власть Над человеком по плоти И она знакома Всем жителям нашей земли Мы провожаем последний путь родных Близких, друзей А потом уходим сами Нашей восставшей планете Грозит только одна смерть Смерть вечная Или смерть вторая И вот какая смерть Является действительно Великой опасностью Для человека сегодня Но Чтобы разобраться во всём этом Нам надо понять Что же такое Первая смерть То, что мы называем смертью Господь называет сном Свидетельствуя о том Что земная смерть Отнюдь не конец всему И обязательно Заканчивается воскресенье История воскресенья Лазаря Священного Писания В Евангелие Таана В 11 главе Говорит нам Нечто поразительное Иисус говорит Своим ученикам Лазарь Друг наш уснул Но я иду Разбудить его Ученики его сказали Господи Если уснул То выздорове Иисус говорил О смерти его Они думали Что он говорит О сне обыкновенном Итак Слова нашего Господа Иисуса Христа Являются важной Вестью о том Что смерть Именно то Что мы называем смертью Сегодня Это временное состояние Похоже на сон И оно заканчивается Прибуждением Поэтому Именно эта смерть Смерть первая По сути Не безнадежна Это не конец Существования человека Эта смерть Не подводит черту Она не отнимает надежду А вот о смерти второй Которой навсегда Которой навеки Мы поговорим с вами В следующий раз Вот именно Об этой смерти Нам нужно поговорить На следующей встрече Для чего? Зачем? Зачем нам касаться Той смерти Которая Как-то Незнакома нам Живущим на земле А потому что Именно эта смерть Уже лишает надежды Именно эта смерть Вторая смерть От которой Избавил Господь Всех верующих В Него Через Голгофу Пройдя И умерев на кресте Именно эта смерть Является для нас Не просто опасной А безнадежной Безнадежной До следующей встречи Да благословит вас Господь Дорогие друзья На этом наша Сегодняшняя программа Заканчивается Мы сердечно благодарим Служителя церкви Владимира Иосифовича Факторовича За столь содержательную И интересную беседу Напишите нам пожалуйста О том Понравилась ли вам Эта передача Из рубрики Пастырь добрый Если она вызвала У вас интерес А это мы узнаем Из ваших писем Мы ее охотно продолжим И на прощание Мы хотим подарить вам Сегодня книгу Новый Завет Верим Что эта прекрасная И мудрая книга Станет вашим Постоянным И верным путеводителем В этой жизни Ждем ваши письма И заявки на книгу Наш адрес 127-473 Москва Абонентский ящик 3 Христианская радиостанция Голос Надежды Приглашаем вас Также посетить Наш сайт в интернете Его адрес www.golosnadежды.ru До свидания До новых встреч в эфире Да хранит вас Господь От всякого зла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok